Жили на свете муж и жена. Давно им уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. Однажды жена заболела. Муж спросил у нее, чего она хочет больше всего. Жена ответила, что есть неподалеку великолепный сад, где растет много прекраснейших цветов. Там на грядке есть прекраснейший рапунцель. Он на вид такой же свежий, такой зеленый, что есть страсть, как хотелось отведать ее. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался входить в него, так как сад этот принадлежал одной колдун. Она обладала большим могуществом, и все на свете боялись ее. Муж очень любил свою жену и решил достать для нее рапунцель, чего бы ему это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдунья, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе салат из него и с жадностью поела. Салат этот так понравился ей, что на другой день захотелось еще больше, чем прежде. Пробрался муж в сад еще раз, но перед ним уже стояла колдунья. Она гневно на него поглядела и сказала, что он сильно поплатится за воровство рапунцеля. Он попросил колдунью не гневаться, ведь сорвал рапунцель для своей жены, которая сильно заболела. А он так сильно любит ее. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала, что если это правда, то позволит набрать рапунцеля столько, сколько он пожелает. Но при одном условии. Он должен будет отдать колдунье ребенка, который родится у его жены. Муж со страху согласился. Когда жена родила девочку, явилась тотчас колдунья, забрала ребенка с собой и назвала ее Рапунцель. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню. Башня-то находилась в лесу, и не было у нее ни дверей, ни лестницы, только на самом верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она звала Рапунцель, чтобы та спустила свои косы вниз. А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы вниз. А колдунья взберется тогда наверх, уцепившись за них. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг услышал он пение. А было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом. Захотелось королевичу взобраться наверх. Стал он искать вход в башню, но найти его было невозможно. Увидел он как-то раз, как колдунья взбирается наверх по косам, которые спустила ей Рапунцель. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и позвал Рапунцель. Она услышала, спустила свои косы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидев, что к ней вошел человек, которого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто пением, что решил он ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. И когда он спросил, согласна ли она выйти за него замуж, она дала свое согласие и протянула ему руку. Вот только не знали они, как им вместе спуститься вниз. Придумали они, что когда королевич будет приходить, всякий раз будет брать с собой кусок шелка, а Рапунцель будет плести из него лесенку. И когда лесенка будет готова, они вместе спустятся по ней и уедут. Колдунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила, почему это королевича легче тащить вверх. Все поняла колдунья. Разгневалась и вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель. Обмотала их несколько раз вокруг левой руки, правой схватила ножницы и... Отрезала их. Завела колдунья в густую чащу Рапунцель и спрятала ее там. Привязала она отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич, спустила их вниз. Взобрался королевич наверх и увидел колдунью. Она глянула на него своим зломным взглядом и сказала, что не видать ему Рапунцель никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. Бродил слепой королевич несколько лет в горе и печали по лесу. Все время горевал и плакал по потерянной им любви. Зашел однажды он в густую чащу. Вдруг услыхал королевич чье-то пение. Оно показалось ему таким знакомым. И он пошел навстречу. Когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала. Бросилась к нему на шею и горько заплакала на радость. Упали две слезинки к нему на глаза, и королевич снова прозрел и стал видеть, как прежде. Привел он ее в свое королевство, и жили они долгие-долгие годы. В счастье и радость. Давным-давно в одной далекой деревне жила бедная девочка Карен со своей матушкой. Летом ей приходилось ходить босиком, а зимой в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги. И вот однажды старушка-башмачница сшила Карен туфельки из обрезков красного сукна. Она принесла девочке подарок ровно в тот день, когда мама Карен отправилась на небо. И бедной девочке не оставалось ничего, кроме как надеть новые туфельки на похороны. Хоть красные башмачки совсем не подходили для траура, других у Карен не было. В это время по деревне проезжала большая старинная карета, а в ней важная барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и решила забрать к себе домой. Много лет жила Карен с барыней и ни дня не снимала свои любимые красные туфельки. Но девочка заметно подросла и настало время купить ей новые башмачки. Так барыня повела Карен в магазин. Госпожа была уже стара, а потому не могла увидеть нужную пару туфелек. Тогда она попросила Карен выбрать самые скромные черные башмачки, которые впору надеть в церковь. Но на витрине магазина красовались ярко-красные туфельки. Они были точь в точь как те, что когда-то сшила для Карен башмачница. И вот девочка сказала барыне, что выбрала самые простые туфельки, а госпожа с радостью их оплатила. Настало воскресенье, и старая барыня приказала Карен собираться в церковь. Госпожа велела девочке одеться скромно и сдержанно. Но Карен так хотелось надеть новенькие туфельки, что она не удержалась и пошла в церковь в красных башмачках. И все люди на службе то и дело, что смотрели на ноги Карен. После обеда госпожа узнала от людей, что Карен пришла в красных башмачках. Барыня не вытерпела позора и решила пораньше уехать домой. Но у церковных ворот их ждал старый солдат. Он низко поклонился дамам, увидел красные башмачки и стал нахваливать их, как никогда прежде. Карен затанцевала от восторга. И тут ее ноги начали плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Девочка испугалась, хотела сбросить с себя туфельки, но они сидели крепко. Башмаки точно приросли к ее ногам. И Карен пришлось плясать. Она танцевала по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью, и днем. И вот одной ночью девочка очутилась на лесной опушке. Вокруг было темно и страшно. Как вдруг белый свет ослепил Карен. Это был ангел в длинном белом одеянии. За его плечами были большие крылья, спускавшиеся до самой земли. Он строго посмотрел на девочку и сказал, что за ее обман, гордость и непослушание она будет танцевать вечность, пока не иссохнет, как мумия. Не успела Карен сказать ей слово, как башмачки подхватили ее и повели дальше. Туфельки долго носили девочку по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты. Острые колючки впивались в ноги Карен и царапали их до крови. И вот доплясала она до маленького уединенного домика лесника. Девочка присела на крыльцо и горько заплакала. Она успела раскаяться в своем непослушании и больше всего хотела извиниться перед барыней. Когда лесник услышал плач девочки, он пожалел ее и решил помочь. Тогда он взял серебряные ножницы и разрезал красные башмачки. Карен была вне себя от счастья, ведь она снова могла управлять своими ногами. Теперь больше всего на свете ей хотелось вернуться домой. Девочка поблагодарила лесника, а он подарил ей старые деревянные башмачки своей дочери. Надев туфельки, Карен еще раз поблагодарила своего спасителя и побежала домой. Так она мчалась по полям, пробиралась сквозь леса днем и ночью, пока не увидела очертания своего дома. Тогда девочка собрала последние силы и бросилась ко входу. Она вбежала в гостиную, где сидела печальная барыня, которая всю неделю оплакивала свою названную дочку. Увидев Карен, госпожа засияла от радости. Девочка бросилась в объятия своей кормилице и стала извиняться за свое непослушание. Конечно, госпожа простила Карен, а девочка пообещала больше никогда и никого не обманывать.